Наследие Пустозерска, овакуумовые пёнышки и создание искусственных гнездовий для Орлана Белохвоста. На территории музея-заповедника в текущем сезоне реализуется сразу несколько проектов. Помогают в этом участники волонтёрского лагеря. За многие годы летние выезды с палатками уже стали доброй традицией, которая продолжается и по сей день. На объекте культурного наследия удалось побывать и нашей съёмочной группе. Прямо сейчас все подробности. В районе Пустозерска в эти дни кипит работа. Мастер Николай Вылко готовит комплектующие для памятного знака. Это сурбки для креста. Это новый сурб, реставрируют его. А вакуумовые пёнышки – это один из проектов, реализуемых в этом году на территории музея-заповедника Пустозерск. Помимо изготовления нового основания памятника, работы здесь хватает. Уборка объекта культурного наследия – Пустозерское городище, очистка от мусора и так называемого плавника. И в рамках этого проекта мы приводим в экспозиционный вид один, так скажем, из самых почитаемых объектов территории музея-заповедника Пустозерска. Это место, где был казнён протопопа вакуум. В рамках этого проекта делается основание этого памятника, то есть будет приведён ремонт. Ну и, конечно, с привлечением волонтёров. Волонтёры помогают и в обработке этого памятника, и в изготовлении нового основания. Чтобы окунуться в историю и стать причастными к обновлению арт-объектов, многие из добровольцев специально взяли отпуска на работе. Среди волонтёров – Юлия Денисова. В Пустозерске девушка уже во второй раз. Полевые условия и отсутствие цивилизации – не в тягость. Главную роль для меня играет команда, ребята, с которыми я уже не первый раз. Я участвую в проектах, я организовываю, поэтому, собственно, я здесь. А вторая причина – мне как-то нравится на природе, нравится тундра. Здесь я больше получаю какого-то эмоционального подъёма, нежели в каких-то других регионах с другой климатической особенностью. За северной романтикой в Пустозерск едут даже из Первопрестольной. Москвичка София Волкова в восторге от арктической природы. Художник-реставратор решила совместить приятное с полезным. Помимо помощи в благоустройстве объекта культурного наследия, девушка пишет картины. Когда закат длится всю ночь, это великолепная возможность для художника запечатлеть такую красоту, потому что в природе, обычно в нашей средней полосе, закат – это какие-то считанные минуты, просто когда солнце село и всё, меняется. А здесь вот это удивительное для художника место, желающего действительно вот так вот понять вот эту вот природу, все краски, как они, уловить их и успеть запечатлеть. Ещё один житель столицы, Сергей Делюк, в Пустозерск приехал с ответственной миссией. Орнитолог помогает сотрудникам музея-заповедника с установкой искусственных гнездовий для орла на Белохвоста. Дело в том, что крупная птица обычно вьёт гнёзда на высоких деревьях или скалах, но в Ненецком округе нет ни того, ни другого. И для обустройства жилища Белохвосты облюбовали геодезические вышки, которые были построены ещё в прошлом веке. Со временем деревянные конструкции обветшали, и теперь существует реальная угроза их обрушения. Когда все эти вышки упадут, то ареал Белохвоста сместится на юг примерно примерно на 400. Соответственно, нужно создавать что-то другое. Вот в районе музея-заповедника Пустозерск известно два гнезда орланов-белохвостов на вышках. Одно гнездо там сейчас посещается птица, но птицам не гнездятся. Одно гнездо в этом году было занято, и там один птицец буквально сегодня завтра должен вылететь. Именно поэтому сотрудники музея-заповедника решили построить искусственные гнездовья. Всего в районе Пустозерска будут установлены три таких конструкции. Помимо всего прочего, активисты в текущем сезоне планируют благоустроить Большую Пустозерскую тропу и обновить памятники и фигуры. Кроме того, в рамках президентского гранта в начале экологического маршрута появится так называемая входная группа «Деревянные ворота» в стиле ленд-арт. В августе этого года мы ждем специалистов арт-фестиваля Тайбала, которые и займутся как раз установкой в рамках волонтерского лагеря. То есть еще одна будет смена с 10 по 20 августа. То есть все желающие могут принять участие, обратиться к администрации музея-заповедника и, в общем-то, оказаться в нашем лагере. Стать волонтером и познать прелести палаточной жизни смогут все желающие жители страны. Единственное ограничение – возраст. В ряды добровольцев принимают только тех, кто достиг совершеннолетия.